Не прошел испытательный срок Химки отказываются от Гарлона Грина. БК Химки отчислит американского форварда Гарлона Грина, присоединившегося к команде в начале ноября 2018 года. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. У 28-летнего игрока было краткосрочное соглашение с российским клубом, по которому он имел право выступать только в Евролиге, так как в единой лиге ВТБ Химки израсходовали лимит на легионеров 8 человек в паспорте, заявке, команды на сезон. Баскетболист имел регулярную игровую практику при Георгии Осибарцакасе, но после увольнения греческого специалиста и назначения на должность главного тренера Римаса Куртинайтиса Грин практически перестал появляться на площадке. Сборная по сосенке, тренеры рассчитывают на помощь ЦСК и Химек. Не задолго до решающих матчей квалификации ЧМ по баскетболу национальная команда столкнулась с кадровыми проблемами. Средние показатели американца в 11 матчах Евролиги – 4,3 очка и 1,2 подбора за почти 15 минут на паркете. Информацию об отказе Химек продлевать контракт с форвардом подтвердил его официальный представитель Станислав Рыжов. «Да, это так, Гарлон покидает подмосковную команду», – рассказал известием агент. Тем не менее Грин получил хороший опыт в Химках, тренировался под руководством сильных специалистов, в очень конкурентной среде, поиграл в Евролиге. Это поможет ему найти хороший клуб в будущем. В Химках родной брат знаменитого защитника Хьюстона Джеральда Грина был призван заменить другого американца Кейси Притера, чья травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. Также он задержался в команде благодаря проблемам со здоровьем у Алексея Шведа, который не может выступать из-за перелома пальца с осени 2018 года. Возвращение Шведа ожидается в конце февраля. Также примерно в это время к занятиям в общей группе должен приступить и Кейси Притер. Притер совсем скоро должен присоединиться к основной группе и работать без ограничений, отметил Станислав Рыжов. Жаль, что травма не позволила ему проявить себя в первой половине сезона, но в решающих матчах он может быть очень полезен Химкам. В Жальгирисе нет суперзвезд, зато есть командная дисциплина. Главный тренер Хима Кремас Курти найтись о предстоящем матче в Евролиге, новом помощнике и системе Шарунаса Ясюка Витчуса. В прошлом сезоне Кейси Притер провел 23 матча в чемпионате Австралии за Мильбурн Юнайтед, набирая в среднем 16,7 очка, а также делая 6,0 подбора, 2,2 передачи за 28,2 минуты. В апреле 2018 Форвард перешел в греческий Прометия Аспатрас, где его показатели составили 11,8 очка, 2,3 подбора, 1,2 передачи за 20,2 минуты. В отличие от Притера, Гарлон Грин имеет более богатый опыт выступлений в Европе. С 2015 по 2017 год он выступал в немецкой Бундеслиге в составе Тюбингена. Средние показатели игрока в высшем дивизионе чемпионата Германии составляли 13,3 очка в среднем за игру в сезоне 2016 и 17,9,2 очка в сезоне 2017 и 18. В феврале 2017 года Грин был отчислен из немецкой команды и завершал прошлый сезон в бельгийском клубе Монс. Средние показатели 16,6 очка в чемпионате Бельгии и 13,8 очка в Еврокубке. Летом 2018 года Грин-младший неплохо проявил себя в летней лиге NBA. В среднем 9,2 очка за 17 минут и даже подписал контракт с Нью-Орлеаном. Однако 15 октября клуб принял решение расстаться с игроком. Субтитры создавал DimaTorzok